В двух разных супермаркетах в один и тот же день задержали мужчин при попытке вынести неоплаченный товар. В одном случае это был алкоголь, причем мужчина в этот день, но несколькими часами ранее, уже пытался вынести бутылку коньяка. Во втором сотрудники охранного предприятия задержали любителя красной рыбы. Мнение задержанных работников торговых точек в репортаже Нафиса Минязовой. Мы же тебя культурно попросили, подстой в сторонке, не надо никуда бегать, что и нормально. При задержании он пытался вырваться и убежать, затем раздуть скандал и обвинить охранную организацию в неправомерных действиях. Туда встаньте, пожалуйста. У меня есть свобода решения? Да, да, да. У вас есть лицензия? Есть, у нас все есть, не переживайте. И лицензия есть, и удостоверение есть, и права, и полномочия у нас тоже есть. Сотрудников охранного предприятия вызвали сотрудники магазина, увидев попытку кражи. Сам же задержанный утверждал, что алкоголь не крал и даже не думал, просто хотел за него заплатить. Сейчас брали коньяк? Да, я брал сейчас, взял коньяк, хотел до кассы дойти. Вы считаете, что вас до кассы поймали? Продавцы утверждают обратно. Из-за него сотрудникам магазина уже пришлось нажимать на тревожную кнопку несколько часов назад. Тогда причиной также послужила неоплаченная бутылка спиртного. В смысле, он уже сегодня украл что-то? Да, колейка получается. Получается, у него вторая кража за сегодня. И второй раз вы вызвали нас уже. Получается тысяча. Она меня задерживает. И сильно удивился, когда на выходе его задержали, но директор магазина видела совсем другую картину. Достал продукцию в размере шести упаковок, засунул себе под рубашку на сумму 998 рублей. Далее он направился на кассу, пробил сигареты, прошел с этой продукцией через кассу. Он уже на входе увидел меня, засомневался и прошел выкладывать. После чего и был задержан охраной обоих мужчин. Для выяснения всех обстоятельств последствия передали в руки сотрудников полиции. Написай меня, Зава, вызов 112. Продолжение следует...